На земле большой У меня есть ты, так зачем она так быстро вертится? Отшумело, отцвело, замело метелицей Как забыть мне всё, что было у меня с тобой? Отболело, отлегло, сердцу снова верится Что любовь ко мне вернётся ранней весной Отшумело, отцвело, в жизни всё случается Жёлтым листопадом кружат прожитые дни Отболело, отлегло, но зима кончается И курлычат журавли на нашу о любви Сейчас подойдёт наш автобус Здравствуйте, может быть, вас подвезти? Здравствуйте, подвезите А вам куда? А мне на Радужную Ну, мне как раз по пути Садитесь Спасибо, дядя нас сейчас подвезёт Как хорошо А то мы ещё полчаса ждём в автобус Давай, садись скорее Ой, новый магазин Давно в городе не были? Два года Так, хорошо, Маша, но дядя оказался на вокзале до град, правда? Да Кого-то встречали? Да нет Я каждый день на вокзале бываю Езжу там, журналы, газеты покупаю Они там раньше продаваться начинают, чем в городе Спасибо вам большое Сколько вам должно? Да нисколько Мне было приятно вас подвезти Спасибо Ну что, пойдём к бабушке Тони? Угу Ну вот, Маша Проходи Так, давайте-ка я вам помогу Спасибо, он на колёсиках, мы сами Точно? Да Мам, дай я тебе помогу Держи До свидания Помощница растёт, всего доброго Ирка, привет Привет, привет Привет, да Привет Ой, это Машка что-ли, ох ты какая-то большая вымокала, а Маш, познакомься, тётя Света Моя родная сестра Там бабушка во всё жарит, парит, так что бегите быстрее домой А я быстро в магазин и обратно Увидимся, давай-давай Привет Ирочка моя Ну, раздевайся Это кто? Это Машенька, как выросла Красавица-куколка Бабушка, не куколка, а девочка Как скажешь, не куколка, значит не куколка Давай, раздевайтесь Мойте руки, буду вас кормить Ирочка, а ты что пьёшь? Я запамятовала, чай или кофе? Мам, мне кофе А мне чай А тебе, Маша, молоко Света сейчас свежий хлеб принесёт Ну, встретили её в подъезде, как она? Хорошая у Коли дочка Хозяйственная, за детьми ухаживает Меня мамой Тони называет Алло Да, Коля, приехали Вдвоём с Машей Сердцем чую, что-то случилось Да пока не говорит Ты побыстрее переезжай, хорошо? Да ладно А вот и я Мам Тонь Я тоже рябчиков поем Не завтракала ничего с утра Сядь поешь, что ты на ходу всё Времени нет, мам Тонь Рябчики-то птички? Рябчиками? Мой муж Вася называет жареную картошку Вкусно и хрустит Хрустит Хрустит, вкусно Жалко, Ирочка, что ты моих детей не видела У меня младшая средненькая в садике сейчас А старший в пионерлагере Васька выбил путёвку у себя в гараже А Вася всё на автобусе работает Нет В дальнобойщике ушёл Ну правда, видимся редко Он приедет, отоспится, отъестся Сделает мне ребёнка И опять в рейс Опять с кузом хожу Ты с ума сошла, Светка? Мой муж говорит Самохинах должно быть много Вот и будем улучшать демографию Тётя Света Пойдёмте игрушки смотреть Идём, моя солнышка Идём, идём Идём ко мне Ну давай, рассказывай А чего рассказывать? Чего приехала? Да всё нормально, мам Просто я устала Всю ночь Машку держала Чтоб она не упала с полки Я пойду, посплю Нет Приляг на мою кровать Извини Очки Ещё очки Где мои очки? Мама Паша мне изменил Что-то в этом духе я и предполагала Я ведь для него всё Я после работы в магазин, в садик Там дома я Тряпки эти Кастрюли драю Забыл, когда отдыхала А что я из Ольда? Мамочка, я тебя боялась, признаться Мне просто стыдно было Все пять лет меня пойдом ела Мамочка, ты мой Все что не делается, делается к лучшему Мама, ты кажется меня не поняла От меня ушла жена и забрала с собой дочь Я ещё пока в своём уме и всё поняла Ушла жена, ты свободен Была проблема, нет проблемы Главное, чтобы она не вернулась Она меня бросила А что за паника, сын? Я считаю, что просто нам повезло Будем жить, как прежде жили Я буду о тебе заботиться А со временем ты встречаешь женщину, достойную тебя Погоди, погоди А кто это сейчас заботится о Стивочке? Господи, о чём ты говоришь? Ну, Оля забрала его к себе Пора и выписываться отсюда Всё подлечилось, нервы полечила Пора и честь знать Теперь главное понять, как надо действовать Если она потребует раздела квартиры Нет, я, конечно, очень верила Что свекровь ко мне привыкнет И придираться перестанет Увидит, как я её сына люблю А не её генеральские хоромы И Павлик сначала он меня жалел И защищал Это первый год А потом стал сбегать куда-то из дома Приходить, как чужой А я вот эта соседка А раньше такого не было? Ну, с соседкой первый раз, да? Ну, могла бы и простить Мне сразу же дверью хлопать Свет Ты чего такое говоришь? Сама бы я простила? При чём тут я? Я бы своего Васю ни за что бы в дальнобойку не отпустила Если бы не была в нём уверена Ой, беда, беда Ну, чего беда, мама Тоня? Ну, зачем с ума сходить? Ради собственного ребёнка Могла бы и гордость как-нибудь поукротить Цит, Света! Ну, что цит, Света? Ну, погорбатилась бы с моё Вот так вот с оськами и с кучей детей Не было бы такое... Уж как я горбатилась, никому не пожелаю Я так скажу Раз не заладилась Правильно поступила Ирина Без любви и уважения жить нельзя Значит так Если решила Надо подавать на развод Я тебе в этом помогу Оформуем всё в лучшем виде С разделом имущества Могут возникнуть проблемы Но ничего, Ир Мы тебя в виде не оставим Не претендую ни на что Квартира его, мама У тебя дочь есть Маша имеет право на жильё Ты на них 10 лет горбатилась У тебя никаких прав, что ли, нет совсем? Света, Ира сама будет решать Мне навесло Садитесь Извините, вы не могли бы ехать побыстрее? Я в садик опасную Ой, не переживайте Через 5 минут на месте будем А вы меня не узнаёте? Теперь узнал Вы любите читать газеты раньше всех Точно А вы за дочкой, да? Нет, я за племянниками Воспитатели не любят Когда детей забираются по зданию А я вот из отпуска вышел Еду, смотрю, человек знакомый стоит Да и думаю, подвезу То есть вы хотите сказать Что узнали человека Которого подвозили Больше месяца назад? Ну Кого-нибудь другого Я, может быть, бы не узнал Ну что? Твоя мадам не звонила? Да нет, я сам ей дозвонился Нашёл-таки телефон её матери И что? Подала на развод Меня Алексей зовут Горин А меня Ирина Ивановна А скажите, Ирина Ивановна Вы сюда Насовсем Или Гостить приехали? Тетя Ирагна Насовсем Из Москвы С Машей Интересно, а что заставило человека Из Москвы переехать сюда? Любовь к родному пепелищу Какой ответ вас устроит Господин следователь? Ирина Ивановна Могу я пригласить вас на чашку кофе? Тетя Ира, я хочу писать Сейчас, Андрюш, бежим Извините, до свидания Всего доброго Боже, ну что с тобой? Ну ешь, не торопись Не давись Мама, перестань Я уже не ребёнок Ну извини Я о тебе беспокоюсь А это что? А? Повестка в суд По делу о разводе Как в суд? Разве это не через ЗАГС? Да Нет Я сейчас не могу Я сказал нет Я сам позвоню В конце концов Пока Мама Просто я разговаривал с Иркиным отчимом Он поставил мне кое-какие условия Ну мне пришлось согласиться А что это за условия Они могут выставлять? То, что я отказываюсь От опеки над Машкой А они, в свою очередь Отказываются От имущественных отношений Претензий Ну, какие благородные Прямо аристократы Куда там? Слушай, ты напрасно иронизируешь Она имеет полное право Потребовать часть квартиры А также алименты в полном объём Всё, не будем об этом больше Не хочу говорить А что ты переживаешь? Неужели ты Ты всё ещё её любишь? Да я не переживаю Ушла и ушла У нас неприятно всё это Ладно, я пошёл на работу Извини Да, Изольда Генриховна Здравствуйте Да, я? Да нет, я совсем не занята Да, да Конечно, я могу зайти Через пять минут Да Вот всё как вы любите Сахар, сливки, корица Ой, спасибо, дорогая В кожу У меня, наверное, нулевое давление Спасибо Представляешь Павлик получил повестку в суд Как в суд? А вот так Эта ужасная женщина Хочет отнять Единственного ребёнка У Павлика Поэтому Дело о разводе Переносится в суд Павлик ужасно страдает Надо отвлечь Павлика От этого кошмара Я понимаю О чём вы Просто Я бы рада Но Знаете, после того, как Ира сбежала Паша ко мне значительно охладил А что ты хотела? М? Он был Женатый человек У которого была приятная интрижка А теперь он Потенциальный муж Думаешь, хочет мужчина Который только что Освободился От Ермана шею Снова Подставить свою шею Под Ерму Была бы ты замужем Тогда А так Митр Так что делать? Слушать меня И делать всё Что я тебе скажу Да-да Здравствуйте Здравствуйте, можно? Присаживайтесь Спасибо Я вас слушаю Мне нужна работа Ваша специальность? Хирург первой категории О, каким это ветром к нам занесло? По семейным обстоятельствам Показывайте ваш сертификат Мишина Ирина Ивановна Вы случайно не дочь академика Мишин? Нет, это мой бывший муж, Мишина, я Колчина Ирка Колчина Это я Люся Рожина Да Я Привет Привет 15 лет не видели, да? Привет 16 Точно Уже как вчера бегали с капельницами, шприцами Красивая А ты какая Так говоришь по семейным обстоятельствам Разошлась с мужем? Разошлась А муж-то твой, что, Мишинская однофамильница или как? Да нет, он сын академика Мишина И в общем Я получаюсь Бывшая генеральская Сноха А где работала? В клинике Федорово Ира, и ты, значит, такую клинику Такого мужа Все бросила И сюда к нам Ты что, с ума сошла? Да, наверное Ты возьмешь меня? Ира, ну, понимаешь, тут такое дело Городок небольшой, сама знаешь Всего две больницы Во всех вакансиях хирургов заняты давным-давно Ну, а что, у тебя во всех больницах хирурги первой категории? Конечно, не во всех Ну, так а что ты мне их прикажешь? Медсестрами в поликлинику? На каком основании? Люся В поликлинику Вовихи вправлять Приемы вести Тоже все ставки закрыты Деньги всем нужны Совмещают больничные хирурги Ни чай, ни Москва, ни жируем здесь Ну, что ж мне делать-то? Ладно, не страдай, колчина Найдем мы тебе работу У меня в одной из больниц нет Старшей операционной сестры Пойдешь? Пойду Вот и ладненько Только ты там не афишируй, пожалуйста Что сама хирург Там Завьялов, хирург от Бога Сорок лет оперирует С твоим Федором вместе учился Наконец у него толковой операционной сестры Молодых, да неопытных Он их матом так кроет, что они бегут А мне головная боль Спасибо, Люся Пойду я Слушай, давай как-нибудь посидим Вспомним молодость Созвонимся Здравствуйте Ирина Ивановна Ведь вы Скажите честно Вы маньяк? Шпионите за мной Преследуете Я, да Что, да? Ну, я действительно за вами шпионю И даже отчасти преследую Я, наверное, действительно маньяк Сейчас, наверное, захотите Меня подвезти до дома Да Вы угадали Скажите, Алексей Это Павел вас попросил Следить за мной Павел? А кто такой Павел? Кстати Забыл тебе сказать Наконец-то я вчера получил развод Так что теперь я Свободный человек На ночь вставайся Свободный человек Ага, сейчас У меня мама одна дома А потом Оленька, ты, наверное, не знаешь Но спать В прямом смысле этого слова Я привык к своей постели Так что Гудбай, котенок Паш, я беременна Ой, беременна, да Не может быть Знаешь, иногда Это очень даже может быть Я была в центре Репродукции планирования Семью Подруги Все подтвердилось Два месяца уже Значит, будем решать эту проблему А какая проблема Паш, это ребенок Наш с тобой Слушай, я же тебе не ирка У меня своя квартира Своя работа Я самостоятельный человек Так что вопрос с ребенком Я буду решать сама А у тебя Кстати, совсем немного времени На раздумье Потому что Знаешь, как может получиться Прямо на лестничной клетке С тобой будет расти человек Для которого ты будешь просто Дядя Паша сосед Ладно, что ты хочешь? Что я хочу? Знахой быть хочу Генеральской Ну, Паша, ну что я хочу? Ну, замуж я хочу Детей я хочу Семью Хочу Оленька, ну я только-только развелся А? Паша, ну я же не говорю тебе Прям завтра бежать В ЗАГС, да? Ну, погуляй еще чуть-чуть Сколько тебе там надо В неделю? М? Две? Три Хорошо, договорились Так если мама позволит Держись, Паша Отталкивайся, Паша Держись, отталкивайся Паша, ребят Здравствуйте Милые дамы Здравствуйте Что вы здесь делаете? Ну как, чтобы я вас искал Маша Иди поиграй с девочками в песочнице Мне с дядей поговорить надо Алексей, я еще вчера просила вас Перестать меня преследовать Я только что приехала в этот город Устроилась на работу Еще пара таких встреч И непонятно, что будут говорить люди Я вот завтра на работу выхожу Мне бы очень не хотелось Ну, Ивановна Вы можете делать, что хотите Но от меня вы не избавитесь Это точно Ну это мы еще посмотрим Это досмотреть нечего Разведка донесла, что вы устроили Сработку в 2-й горбольнице Так? Ну да, замечательно у вас работает разведка Ну, тогда разрешите еще раз представиться Врач-анестезиолог 2-й горбольницы Алексей Очень приятно Ирина, значит? Ивановна У Лешки Федорова работала Знаю я его, учились вместе Он на два курса младше меня был Толковый парень Профессор, говоришь? А я вот За в отделением Только Без малого 40 лет режу здесь простых смертных Ну что Ирина Ивановна Пойдем, буду тебя знакомить Своими сестрами-неумехами Так вот Я вам хочу сказать Здравствуйте Здорово, птахи Здравствуйте 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 Ваша новая начальница, старшая операционная медсестра Прошу любить и слушаться Колчина, Ирина Ивановна Жанна, Люба, Шура Ну, ты хорошо Осваивай территорию Спасибо Давайте одевайтесь девочками Скажите мне, пожалуйста Скажите мне, пожалуйста, каков срок хранения стерильного белья и инструментов Трое суток Понятно С сегодняшнего дня Операционные наборы белья будем менять ежедневно Это не обсуждается Ежедневно приходить в больницу на час раньше Будем с вами изучать операционные инструментарии Ирина Ивановна, а скажите, Колчина Антонина Степановна, вам кто приходится? Моя мама Ой, а я училась у нее Она, правда, говорила, что вы в Москве работаете хирургом Нет, она ошиблась Жду вас завтра в больнице в семь утра Буду проверять, как вы соблюдаете стерильность во время операции Как подаете таз и лотки И как вынимаете пробки из сосудов с растворами До свидания До свидания До свидания Я увольняюсь, девочки Ну и дура ты Девочки, я вообще вам скажу, что нам очень сильно повезло Вот научит нас, Колчина, работать по-настоящему Нам цены не будет Цена ты известная А вот перспективы Карман держи шире Да вы чего? Ладно Я остаюсь И ты, Шурка, не дури Давай я зайду завтра за тобой в шесть Доброе утро Здравствуй, мама Ты чем это так озабочен? Да вот, мама, галстук выбираю Сын, прекрати Я не про галстук спрашиваю Мам, понимаешь, тут такое дело В общем, видимо, мне придется жениться на Оле Придется? Это как понимать? Да так и понимать Она беременна и не хочет сделать аборт А силком тебя никто заставить не может Мам, ну что ты такое говоришь? Я же не подлец, в конце концов А она что, совсем тебе не нравится? Ну так Нравится С ней хорошо, удобно Ну понимаешь, холостянская эта жизнь, она же гораздо лучше Ой, Ирина Ивановна, вы уже уходите А мы еще поработаем Здравствуйте, Ирина Ивановна Здравствуйте Я рад вас видеть Здрасте Алексей, как вас по отчеству? Видела, видела Юрьевич, ну можно просто Алексей Ну так вот, Алексей Юрьевич Завтра у меня операция Увидимся в операционной Давайте не завтра, а лучше сегодня Я знаю, здесь кафе хорошее есть Я вас приглашаю Значит так, Алексей Юрьевич Я после работы спешу домой Мне завтра первый операционный день Я хочу к нему подготовиться Ну-ка скажи, как тебя зовут? Миша Мария Павловна Мишевна Правильно Сколько лет тебе? Пять с половиной Тоже верно А сколько тебе будет через полгода? Это просто Ой, по моему дверь Мама идет Ура! Будем ужинать Ну-ка, давай посмотрим, что нам маму показать Что мы сегодня писали Добрый вечер Мама пришла Добрый вечер Добрый вечер Сейчас ужинать будем А что будем есть? Тебе с Машей рисовый супчик Поровые котлеты Господи, как они меня надоели Коля, тебе с твоей язвой Другого ничего нельзя Вам надо показаться Гастроэнтерологу Да мы были у этого врача Сказали операцию делать А Коля не хочет Боится Нет, это уже возраст Ложится под нож Уже даже вот так Немного осталось Коль, ты чего? Ты на два года младше меня Тебе жить и жить Тонь, принеси мне, пожалуйста, чай Угу, с травками С травками Угу Давай, Маша Ира Иди, руки мои Поговори с ним, пожалуйста Поговорю Вот устройство Как-то идут в новую больницу Поговорю У меня завтра, кстати, первая операция А что, тяжелый больной? Не знаю Как это не знаешь? Ты хирург Мама оперирует Завьялов Я старшая Операционная сестра Забыла? Чай принеси Принесу Пожару Пожару Доброе утречка Изолдочка Где мрихоночка? Долго спишь? Уже полдень Куда торопиться? Супермаркет А с каких-то пор Стала считать мою пенсию Одеваться и вперед Ну-ка, поставь на место Мою простоквашу Слышишь? Приятного аппетита Спасибо Спасибо Паша Мать твоя посылает меня в супермаркет Ну куда? Она огромный список составила Мне же нельзя Паша, ну как? Ну нельзя Тяжелое Говорю Что больной? Дыхание ровное Пульс ритмичный Давление снижено Хорошо Съем Боже мой Ну где ты долго-то? Сейчас А ты куда? Я сама Все Давай, уматывай Пока А хорошо тебя Ирина Ивановна Федоров Выдарьировал Хваткая ты Жалко только-то старое А то пошла учиться Из тебя Хороший хирург получился Сколько лет? Почти сорок Вот я же говорю Старая Но еще Очень Даже Ничего Спасибо Это тебе спасибо Вовремя подсказала Спирт будешь? Нет Иди Ох А что вы заканчивали? А я заканчивал Военно-медицинскую академию В Питере Вот Потом ординатура На кафедре Ивановского Знаете Такой? Эта кафедра Готовит лучших Анестезиологов Да Как вы попали В Семеновск? А я два года На Северном флоте Служил Ну потом там Авария случилась Меня Комиссовали Вот К тому времени У меня уже жена была Ее Люда звали Вот Она родом И Семеновска была Мы сюда переехали Квартиру купили Ну вот И два года назад Расстались Почему? Ну она сказала Что она за офицера Замуж выходила А не за штатного Врача с копеечной зарплатой И укатила Куда-то Кажется В Мурманск Вы знаете Я не расстраиваюсь У меня интересная работа Вас вот встретим Ну Алексей До свидания Всего хорошего До свидания Мамы пришли Раздевайся мои руки Будем ужинать Я не хочу Я хочу играть Она к Свете хочет Ну ладно Иди Иди Только осторожно Не жалеешь ты Свою сестру Там сейчас Они у Светки Такой Тарарам Устроят Маме Я так рада Что они сдружились Машка все время одна А че ж ты Не расстаралась А вот не расстаралась А кто тебя провожал Алексей Анестезиолог Разговорились Заболтались Проводил Добрый вечер Коля Добрый вечер Ужинать будешь? Нет Не хочу Я Пойду лучше Порежу Посмотри за супу Николай Николаевич Мы завтра же поедем на обследование в больницу И даже не возражайте Ну не могу я уже больше Понимаешь Достала уже Эта корга старая Уже все Терпение лопнуло Инна Нарисуй мне какую-то справку Что у меня там Выкидыш случился Ну не могу я притворяться А ты не боишься Что он тебя бросит? Ну Мужчина красивый При должности Шикарная квартира Не боюсь Я законная жена Да вообще Да не привык он умом своим жить Он даже галку К себе самостоятельно Выбрать не может А давай я тебя в реанимацию определю Куда? Скажу что у тебя депрессия И ты никого видеть не хочешь А? А интернет есть? Давай Вась Что? Вась папе совсем плохо стало Ира скорую вызвала К себе в больницу повезла Васенька поехали за ними Спокойно поехали Так свет Ты сидишь дома с детьми В больнице Тебе нечего делать Поехали Поехали Все будет хорошо Антон Гузьмич Миренький Немедленно надо начинать Да какой дежурный Дежурный по коптку Он аппендицит вырезать не может Я готовлю и штуку Антон Кузьмич Я конечно извиняюсь Но вы где? Да тут эта новая Старшая сестра Но у больного упало давление Так она доктора Покопцева Не пустила И сама начала оперировать А Жанночка ей ассистирует Куда они подевались Все на операцию Да кто оперирует? Да кто? Моя дочь Моего мужа Какая дочь? Какого мужа? Антон Кузьмич Вы представляете Эта мерзавка Колчина Сказала Что мне можно препарировать Только мышей Заперлась в операционной Не открывает Антон Кузьмич Я уже Людмиле Павлове Ружиной позвонил Из Горздрава Она сейчас будет Откройте немедленно Антон Кузьмич Сюда нельзя Идет операция Колчина немедленно Открывает Не шумите Сейчас закончу Все объясню Антон Кузьмич Давайте позвоним в милицию Вызовем ОМОН Я думаю Они сразу дверь сломают А то не дай бог Что случится На Горздрава Такое будет Черт Мне еще с Горздравом Разбираться Слушай Милый человек Шел бы ты Куда? Туда Новую дорогу знаешь Нет Иди поставь Ну Антон Кузьмич Антон Кузьмич Ну Антон Кузьмич Ружина Барышня Мне Людмила Павловна Что? Уехала? А куда? Во вторую Горбольницу А что там? Да что вы говорите Надо же ЧП во второй Ай-яй-яй-яй Ну спасибо вам доброе Барышня Ну попляшешь ты у меня Еще гаденыш Все в порядке Мы успели До утра будет спать Так что поезжайте домой Я вам позвоню Ой спасибо Давайте-давайте Колчина За мной Завьялов Спасибо Вась 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 Я останусь Зачем? Не надо Я рассказала Что он будет спать до утра Ну что вам здесь делать Поехали Счет шел на минуту Я не могла не оперировать Ирина Ивановна Блестяще провела операцию Да кто она такая Чтоб становиться к столу И оперировать Я хирург первой категории В клинике Федорова Провела пять таких операций Да-да У нее есть сертификат хирурга Так Значит этот хмырь У меня людей пластает А хороший хирург Медсестры ходят Ну Людмила Опытная операционная сестра Дурака из меня сделали Этого хмыря долой А она пусть оперирует Да у него же дети Антон Кузьмич Ну куда я его дену? Куда? В поликлинику В дворнике Ну туда Да? А где я вам возьму Опытную операционную сестру? А где хочешь? Хоть сама роди Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Алексей хотел вам сказать большое спасибо За то, что подключились к операции А вы собирались без наркоза Больного голосовать? Ну вас могли уволить Ну а чем я это сделал? Ну потому что я хочу работать С хирургом Колчиной Потому что Я люблю вас Алексей, сейчас не самое подходящее время Для объяснения в любви Но все равно большое вам спасибо Вот за что тебя уволили? Отца спасла? Главврач вообще тебя хирургом хотел взять Формально они правы Не должна была я оперировать Нарушение субординации врачебной этики Формально? Что значит формально? А если бы это случилось, например, на дороге? Авария Человек лежит, умирает И что? Рядом врач Он должен сидеть и ждать Пока приедет скорая помощь, так? Тут другой случай Какой? Какой другой случай? Дело врача Спасать человека Так все Жаловаться надо Доказывать Справедливость Мам Ну куда жаловаться, кому? Ну, раньше в обком ходили В портком Ой, мама Тоня Вспомнили тоже Нет уже ни обкомов, ни порткомов Надо подавать в суд Да, установят меня суд А больница скажет У нас есть старшая операционная медсестра Нам Колчина не нужна Вася Дай хлеба Колчина А сколько, Коля, в больнице пробудет? Ну, неделю две Месяца два дома Как жить будем? Он за стенкой четыре рта галдят Нас четверо Да еще Николай Ему питание нужно Значит, я завтра в рейс иду Минус один рот получается Ну, моя зарплата Пенсия ваша, мама Не, ну, я заказов наберу Ну, Ира мне поможет Как-нибудь уже выкрутимся Ира, а кто там за Колей приглядывает? Ну, Алексея я попросила Видать, хороший человек Так Надо Николаю Николаевичу Настой шиповника сделать Пойдем, мол К завтра, мол Субординация Этикап маких Пойдем Ну, все Ну, все Ну, и компоты кого-нибудь Ну, сейчас Толчина А чего это ты тут стенки-то подпираешь? Должна бы В ординаторской сидеть, чем почину А она к больному Которого вчера прооперировала Это ее отчим Понятно Ну, а к работе Когда собираешься приступать? Так ведь, Антон Кузьмич Приказ-то не подписан Штатных единиц В больнице нет А из старших медсестера Ирина Ивана уже в воле Вот она теперь нигде и не работает Ирина Ивана, у Николая Николаевича все хорошо Так что вы сейчас можете к нему идти Идите к нему Спасибо Пойдем Скорее О, давай Быстренько Все, вам достаточно Больше нельзя, Николай Николаевич Минут через 15 Здравствуйте Прошу прощения Здравствуйте, Алексей Николай Николаевич Познакомьтесь, Алексей Врач-анестезиолог Очень приятно А можно вас на минуточку? Я сейчас Кто это? Да это Алексей Он помогал Ире делать тебе операцию Мне что, оперировала Ирина? Да Ира Майки Спасибо Вы вчера так быстро ушли Я даже не успел вам ничего сказать По-моему, вы все вчера сказали Ира Я хочу, чтобы вы всегда рядом со мной были Алексей, ну прекратите мне Почти 40 лет У меня есть дочка Вокруг столько красивых молодых девушек Я вас люблю Я не просто вас люблю А вот с первого взгляда Как вы на остановке тогда стояли Я не знал никто вы ниоткуда Я просто понял, что Я вас люблю И все Сумасшествие какое-то Нет Это не сумасшествие Это просто любовь с первого взгляда Ну, такое же бывает Да, бывает И со мной такое было Какой я обожглась Кажется, на всю жизнь А вот такого не бывает Есть очень много способов лечения ожогов Мои ожоги еще не зажили, Леш Давайте мы оставим этот разговор Мне сейчас Очень легко Выключи музыку Музыку кричи Музыку кричи Музыку кричи Ты уже здесь не командуй Вези с вами С ингробцами Иди команду Я тебе не по зубам Смотри Видишь, помадка Сын, который вообще стесняться перестал По тоску Пошла вон Из моего дома Как строго Очень строго Мама моя Боялась тебя всю жизнь Я не боюсь Я тебя не Илька Ты меня только попробуй Попробуй развести Со своим сынком Я знаю что Был домик ваш Останет наш Пошла зина Брызь отсюда Брызь 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 Она пьяна Она набросилась на меня С кулаками Я прошу тебя Сынок Пожалуйста Прий Я прошу Скорей Уложила Машу Набегалась сегодня Еле заснула Давай чайку попьем Не нравишься ты мне Да я сама себе не нравлюсь Сижу у тебя на шее Не дома Не работа Не мужа С ребенком Ну С ребенком Я тебе помогу А вот Алексей Что? Ну Он так на тебя смотрел В сквере Я видела А как он на меня смотрел? Влюбленными глазами И что-то так серьезно говорил Мам Он в любви не признавался Людмила Павловна Голубушка Ну так же дела не делаются Ну что же это такое Ну взять и уволить человека Ни за что Ни просто Даже не посоветовавшись С главврачом Ну уж понимаете Как я перед глазами Сослуживцем Выглядеть буду Вы это понимаете? Да этот Покопцев Перед глазами Туда-сюда Понимаю Антон Кузьмин Но дзот у нас в стране Пока еще никто не отменял И формально Мне уволить Покопцева Не за что А ваша Колчина Так не вы ли батюшка Мне говорили Что негоже хирургу Первой категории Толочится в медсестрах Я сделала все Что вы хотели Ну Лед Ну ты что Издеваешься надо мной что ли Ну я тебя прошу До решения вопроса Покопцева Ну восстанови ты Колчину В должности Это невозможно Ну почему? Да потому Что до рассмотрения заявления Мы не можем ее восстановить На работе Ни в каком качестве Не понимаю Какого заявления? Вот Ознакомьтесь Должу до вашего сведения Что старшая Операционная Сестра Горбленцева Дисциплинарного расследования Ну хмырь О доктор Горин Доктор Алексеевич Вот вы как раз Мне нужны Скажите Это ведь Вы делали анестезию Тому больному Которого оперировала Старшая медсестра Колчина Да я Очень хорошо Вы знаете Я думаю Что с такими темпами В нашей больнице Скоро начнут Уборщицы оперировать Поэтому я счел Своим долгом Сигнализировать О случившемся В горстрав А то вы ведь знаете Как любят у нас Выносить ссоры Из избы Поэтому мне Очень не хотелось бы Чтобы это дело Спустили на тормозах Я понял Подождите Алексей Юрьевич Вы понимаете У нас в больнице Не все в порядке С гражданской сознательностью Я конечно понимаю Доктор Завялов Наш уважаемый Заведующий Он тиран Он богвалит Колчиной И конечно С ней никто Не хочет связываться Вот недавно Я попросил Нашего медсестру Жану Выступить на дисциплинарной комиссии Что вы думаете Отказала Отказала Поэтому я считаю Что вы Как участник той скандали Слушай меня Ты Что ты ко мне подаешь Что я тебе башку срублю Понял Понял Охрана Охрана Убиваю Охрана 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 Держите его Держите его Тихо Тихо Скотина Полицию вызывайте Он уж убьет меня Успокойтесь Интеллигентные же люди Алло Полиция Полиция Срочно приезжайте В горбольницу Срочно Красиво Красиво Видишь Позвонила ему эта карга Примчался Тут же набросился на меня Ты побои сняла Инна Ну за кого ты меня держишь Ну естественно Сразу в травмопункт Во всех ракурсах Ну что смотрим Кто-то что-то обещал Толкового адвоката Помню Молодого Недорогого И опытного А таких не бывает Инна А я нашла Молодой Опытный Но стоит недешево Зовут его Кирилл Федорович Злотников Звони Злотников Что-то многообещающе Конспирация Стоять Давай заходи Ну твари Ты у меня еще Попляшешь Доктор Хренов Вам должны были звонить Из мэрии По поводу доктора Горина Антон Кузьмич Завьялов Он главврач Второй горбольницы А я Людмила Рожина Завгорздрава Как? Рожина? Да, я Фамилия у меня такая Ну звонили Скажите спасибо Что уголовное дело Не завели Он участковому Митрухину Нос разбил Один кто-то Да, алло Да, Жан Кто? Как? Как у РВД? Поняла Поняла Еду Спасибо Простите, Антон Кузьмич Да ладно Уходи, Вась Иди уже Моя воля Выпорол бы тебя барбосом Ну вот, доктор Горин Наделали вы нам всем неприятности Теперь Антону Кузьмичу Он за вас отдуваться Кому за меня отдуваться не придется Я уволюсь Хотите по статье Людмила Павловна Да За что вы так колчину не любите? Я? С чего это вы взяли? Ну я вижу, не любите А знаете, Алексей Юрьевич Просто завидно Мы с ней со школой вместе дружили Так я вот теперь сижу тут бумажки перекладываю А она Хирург первой категории Самим Федором оперировала И Антон Кузьмич за нее горой Меня так и себе не позвал Ну, вот видите Ну, почему не все ей? Пойдем Ирина, осторожно Коваренька Алексей, спасибо вам большое еще раз Да нет, за что Ирина Ивановна, я Хотел с вами поговорить Есть минутка? Конечно Я сейчас приду, ладно? Угу Аккуратненько Я их уберу Иди Мам, я в магазин забегу А возьми деньги на холодильнике В кошельке Давай, может, я сбегаю Не, посидите с Машей Я посажу Что делаешь? О чем вы хотели поговорить со мной? Я уволился Ну, все-таки уволились Ну, и что намерены делать дальше? Ну, я пойду работать в Москву Если в Москве работы не будет, пойду в Европу Знаете, как говорится, хорошие анестезиологи нужны везде От Гибралтара до Токио Какое-то заблуждение, Алексей Потому что в Европе надо подтвердить диплом Получить разрешение на работу Ирина Ивановна, я... Я хотел вас кое о чем попросить Да, конечно Вы заходите, ну, можно раз в неделю Цветы поливайте Хорошо Спасибо Я хотел бы вас Забрать с собой Ну, не сейчас, а когда я устроюсь Алексей Никуда я с вами не поеду У меня здесь мама Николай Николаевич болеет Маша через год в школу пойдет Ирина В этом городе у вас нет перспектив В этом городе живут самые близкие, любимые для меня люди Вы поезжайте, устраивайтесь Пишите, звоните Спасибо вам за все, Алексей Кирилл Сидорович, я вам так благодарна Вы так стремительно, так успешно развели нас с мужем Ну, не стоит благодарности Это моя работа Вы профессионал Это впечатляет Послушайте, я думаю, стоит отметить эту победу Да? Да, приглашаю вас к себе домой Ого Ну, чтобы сидим в уютной темной обстановке Вы что пьете? Ну, знаете, я предпочитаю хороший коньяк Машенька, давай поиграем Будем подбирать слова А дедушка нам поможет Я буду тебе говорить, например, о... огурец А ты говоришь, овощ Поняла? Вот я говорю тебе, иголка Нить Правильно, правильно А варежка? Варежка На пальчике Правильно, рука А валенки? Не знаю Валенки это такие сапоги Ааа Мягкие Теплые Не знаю Черт Свет, не нервничай Да как не нервничать? У нас с тобой последний заказ Больше работы нет Подожди, а буфетчица у тебя хотела платье заказать вязаное? Помнишь? Заказывала Она себе платье в бутике купила Так что, все Да Ну, это, конечно, работу Мне искать какую угодно Машку в школу собирать На какие шиши? За наше удачное знакомство Пожалуйста А как вы находите нашу квартиру? Ну Шикарная Апартаменты Ну, к сожалению Ольга Васильевна В них ведь Ваша только Малая часть Ну да Очень малая Мне бы хотелось побольше Я бы даже сказала Целиком Ну, почему-то кажется Что вы мне поможете Ну, если что Я отблагодарю Я умею быть Благодарной Да? Ну, хорошо Договоримся Прекрасно Видимо, вам Сильно Насолили родственнички Что вы хотите их По миру пустить Заставлю просто Да? Бывший сюда водил В общем Притон устроил А мамаша его Бару не из себя корчит А, ну Поклонение не требует Изольда Генриховна Погоди, не хотите ли? Павлик Немедленно домой А, уже во дворе Скорей поднимайся Да А давайте мы с вами Выпьем На бурдерше Вы знаете С удовольствием И давайте Перейдем уже На ты Ой, давно пора Да? Да Ну и как бы вот Потради... Меньше Ну что Празднуйте победу А ну-ка Пошли вон отсюда Что забыл Что половина квартиры моя Сам пошел вон отсюда Что думаешь Что думаешь Садимся штрафом Слешь телес Вон с водону Ура Так, так, так Я представитель власти! Я заслужу вашего сына! Обещаю! Ой, господи! Мама! Плохо мне! Вызовите спорную! Полите за ней! Полите! Подожди! Да подожди! Алло! Алло! Я хочу заявить о нападении! Да! Ну что ты еще от меня хочешь? Я сделала все, что могла. А ты начала показывать свое я. Люсь, мне что жить? Это твоя проблема. Сидела бы тихо, работала. А Поковцев мужик льстительный. Известный на весь город кляузник. Даже не знаю теперь, что тебе предложить. Пойдешь в отделение к Завьялову санитаркой, но другого ничего пока предложить не могу. Ну как, согласна? Согласна. Доча, как ты могла согласиться на это? Санитаркой. Такое унижение. Ты же хирург. Я где-то читал, что хирург должен беречь свои руки. Ты, Ира, будешь иметь дело с шваброй, чистящими средствами. Папа, что делать? Ну, жил же продавцом в магазин. Были к нам в гараж. Ну, а что, у нас диспетчер в декрет ушла? Нет, дорогие мои. В магазин и в гараж я работать не пойду. И все-таки врач. Но даже со шваброй я буду помогать больным. Давайте чай пить. Да, я помогу. Ой, Ирина Ивановна, ну зачем? Зачем вы согласились? Завьялов вчера, когда узнал, кто санитаркой будет, весь день так орал. Ну, а вы как? Ой, Ирина Ивановна, вы знаете, вы нас так здорово подучили. Я теперь старшая операционная. Вот. А девочки тоже ничего, справляются. Вот. Я попеку. Давай. Давай, давай. Давай. Поехай. Давай это вот. Давай, давай. Точно смотреть на это безобразие. Ну, не дело хирургу утки таскать. Ну, что вы из-за меня в себе сердце рвёте, Антон Кузьмич? Людмилу с госдава затерроризировали. У нас чиновник, у неё там заявление лежит. Выданно, что лежит. Она ему хоть пока не дала. Поговорил я с гнидой, с этим покорцем. В общем, он готов забрать заявление, если ты, конечно, извинишься перед ним. За что? Ну, за то, что в операционную его не пустила, за то, что в предсёстрах сказала, что ему только мышей препарируют. Ну, вообще требует публичного извинения. Усерп репутации там. Нету, у него никакой репутации не было. И на клинику наплевать ему, и на больных. Вот нянька ходить буду, прощения перестать не стану. Вот гордая ты какая. Ну, что тебе стоит? Ну, что, тебя убудет, что ли? Вот убудет, Антон Кузьмич. Вот именно, что убудет. Я пойду работать, мне надо. Я так и знал. Павлик, где ты был так долго? Почему не приходил? Мам, я... Я был в командировке. С командировки сразу сюда, видишь, даже не побрился. Давай сделаем так. Я приведу себя в порядок, куплю тебе витаминчики, фруктики и приеду к нему, хорошо? Угу. Ты у меня молодец. Девушка, с роженой меня соедини. Да, с Людмилой Павловной. Завьялов из Второй городской. Да, да, она знает. Здравствуй, Людмила. Ну, что, говорил я с ней. Ну, не хочет она. Я Фёдорову в Москву звонил. Так он аж зашёлся. Она говорит, хирург, от Бога. Я, говорит, такой шум подниму, как вы там над людьми измываетесь. А я его знаю, этот поднимет. Так что думай. Думай, думай, Люда, думай. Чёрт. 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 Кирюшан. Ты же говорил, его на пятнадцатый суток посадили. А он через неделю вышел. А ему суд скостил, потому что у него мать сильно больна. Угу. Ты видел в коридоре сумку? Я твои вещи собрала. Иди, бери её и валять. Кирюша, Кирюша, Кирюша! Кирюша, Кирюша, Кирюша! Иду, иду. Иду. Я снимаю. Ну, Мишер, ты получишь теперь не семь суток, а два года. Это я тебе обещаю, точно. Чего в каталажку захотел? Я тем быстрым на подельные нарисую. Снимай! Снимай, снимай! Так вот. Вот. Бери. Это отступные за твою половину квартиры. Бери, пока дают. Уже вообще ни копейки не получишь. Мамашу свою хоть пристроишь. Приличное заведение. Решила добить маму. Так. На, расписочку подпиши. Давай. Расписку о получении денег. Давай. Подписывай. Подписывай. Снимай. 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 Нормально снимай. Давай. Быстро все обтяпали. Сволочи. Ира. Ну, повинилась бы. Из тебя не убудет, а? А я уважаю Ирину. Вот и будет теперь. Гордая со шваброй полынет. За гроши. Так, ладно. Все. Надо домой. Детей пора укладывать. Да. Ну-ка. Пока. Счастливо. 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 Ириша, может попросить у него все-таки прощения, а? Никто тебя не осудит. Тебя все любят. Вон соседки все уши прожуржарили. Какая ты у меня внимательная, уважительная. Ирина, когда я могу выйти на работу? Еще месяц, Николай Николаевич. Вот выйду, подадим на райдера в суд. Я пока лежу, обдумаю, как обосновать иск. Не надо никакого иску. Да, алло. Здравствуйте, Алексей. Ирина. Поливала ваши цветы. А вы куда пропали? Архангельск. Понятно. Конечно, звоните. Всего доброго. Дочь. Тебе какая-то Галя звонила. Галя? А, Галя. Да, сказала, завтра будет проезжать нашим городом. Просила тебе прийти утром на вокзал. Я здесь записала номер поезда, пятый вагон. И что за Галя? С Галей мы учились вместе. Жили в одной комнате общежития. Галя. Ой, Ирина. Привет. Боже, как я рада тебя видеть. Я тоже, как ты? Я хорошо. Как ты здесь? Специально поездом поехала, чтобы с тобой повидаться. Ну, как ты? Нормально, я в больнице здесь работаю. Я тоже в больнице в родной Астрахани. Молодец. А Клаву как? Я ей два года писала, потом она пропала. Клавка на родине, у нее все хорошо. У нее отец мэром стал. Ты представляешь? Клавка наша, зав госздравом. Знаешь, как называют тебя? Министр здравоохранения. Кто не умеет лечить, тот учит других лечить. Так, девушки, отъезжаем. Да-да, сейчас. Так, слушай, подруга. Ты знаешь, что Пашка с Олей разошлись? Она у него квартиру отсудила. Да, и с работы его поперли. Изольда? Изольда в больнице лежит. У нее инсульт после всего. Не выдержала генеральша. Заходите, пожалуйста, в вагон. Все, подруга, надо мне идти. Давай. Спасибо. Звони, если что, помогу, чем смогу. Спасибо, Галя. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как найти Ирину Колчину? А вы посмотрите в Ординаторской. Прямо по коридору идти. Оттуда. Спасибо. Здрасте. Ирину Колчину могу увидеть? Пашка. Пашка. Ирка. Привет. Вот, узнал адрес. Извини, чтоб без звонка. Я просто не знал, что говорить. Ну, проходи, раз приехал. Садись. Зачем приехал? За тобой. Ирка, возвращайся. Нет, Паш, не получится у нас с тобой ничего. Как мама себя чувствует? Мама с инсультом лежит в больнице. Что-то все пытается мне сказать, но только мычит. Ничего не понятно. Страшно смотреть на нее. Ты же врач. Да какой я врач, Ира? Посмотри на меня. Веришь? Придумай что-нибудь, а? Надо ее куда-нибудь устроить. Ну, ладно, хорошо я могу подумать, куда ее устроить. Спасибо, Ира. Прости меня. Паша. Ты все разрушил. И свою жизнь, и маме, и мою. Машка. Она ведь так и не дождалась от тебя куклы. Она ведь так и не дождалась от тебя куклы. А я любви. Извини. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ну не галзите там! Тихо! Тихо! Слушай, ну бросить мать одно. Вот правильно сделала, что выгнала этого подонка. А Вася был бы, он ему вообще морду бы набил. Как там она одна, денешенька, в больницу никто не приходит. Все-таки она такой старости не заслужила. Ты уж и мне, мать Тереза. А когда она тебя со свету сживала, что? Все равно не заслужила. Мне тут сегодня Алексей Горин звонил. Из Москвы. В общем, его в Архангельске приглашают работать в больницу. И там нужен хирург. Зовется с собой. Поезжай, доченька, поезжай. Поезжай и не думай. А на кого я вас оставлю? Да разве ж мы тут одни. Мы тут все вместе. Поезжай, поезжай. Я Машу у себя оставлю. Приедешь, обживешься. А тогда и Машу заберешь. Ну ладно, это я еще не решила. Еще ничего. А когда он в Архангельск едет? Послезавтра вечером. Позвони ему. А завтра утром первым поездом в Москву. Ты зайди к своей бывшей свекрови. И узнаем, может, ей надо чего. Чем помочь. Вот по бюллетене получил. Хватит и на билет, и на первое время. И не раздумывай, Ирина. Поезжай. Спасибо, Николай Николаевич. О, Колчена, а я к тебе на чаек. Дожал я Людмилу-то. Написала она ответ на письмо этого поганца. Мол, ты хирург? Клятву Гиппократ давала, имела право оперировать. Спасибо вам. За все спасибо. Да я чего пришел-то? Решил, я не рад на пенсию. А что, буду консультировать. А тебе свое место и передам. Вот до конца месяца. На работу и на покой. Антон Кузьмич, мне Алексей Горин позвонил. Приглашают его работать в Архангельск. Там есть место хирурга. Я вот и еду позвала с собой. Хорошая ты баба, Колчена. Все-таки жаль, что уезжаешь. Но если вдруг надумаешь, обратно. Милости прошу. За все спасибо вам. Спасибо. Что случилось? Почему на вокзал не едешь? Мам, мне только что Завьялов предложил свое место. Может, остаться. поезжай. Алеша ждет тебя. Не упусти свое счастье. Да я не знаю. Боюсь ошибиться. Вообще он моложе меня. Вот еще моложе. Ты знаешь, твой отец Иван, насколько моложе меня был. Да и Коля тоже. Поезжай. Здравствуйте. Привет. До свидания. Так. Спасибо, что приехали. Леша, давайте на ты. Давайте. Ну, в смысле, давай. Хорошо, что поезд вовремя приехал. А то мне тут надо одно дело сделать еще. Мне тоже надо в одно место съездить. Значит, договоримся тогда так. Сейчас вещи в камеру хранения, а в пять часов вечера встречаемся возле выхода из метро. Да? Угу. Хорошо. А можно? Спасибо. 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 Здравствуйте. Это я, Ира. А я вот тут вам принесла все, что вы любите. Простоквашка. Сыр ваш любимый. Только не волнуйтесь. Я вот все свои дела сделаю и заберу вас. Не думайте, вас никто не бросит. Вы главное, поправляйтесь. Ирина, спасибо. Прости. Зольда Генриховна, Зольда Генриховна, вы меня слышите? Зольда Генриховна, Зольда Генриховна, вы к кому? Анна Семеновна, здравствуйте. Ой, здрасте. Я к Мишину. Ирина Ивановна, у нас тут такие страсти. Знаете, Павел Петрович убил Ольгу Васильевну. Как? На смерти. Понимаете, он явился ни свет ни заря. Ключи у него от квартиры были, он и открыл. А там Ольга с любовником, ну, с адвокатом. Следователь, который меня расспрашивал, сказал, что Павел Петрович толкнул Ольгу. Она упала и ударилась, в общем, насмерть. Я как раз не могу. Зольда Генриховна умерла. Вы извините, пойду я. Зольда Генриховна умерла. Я не поеду с тобой, Лёш. Мне нужно остаться в Москве на несколько дней. А что случилось? У меня свекровь умерла. Надо её похоронить. А родственников у неё нету? Есть. Сын только наарестован за убийство. Хорошо, оставайся. Когда тебя ждать? Я, Лёш, не поеду с тобой в Архангельск. Вернусь домой в Семёновск. Зачем? Что тебя там ждёт, Ир? Завьялов уходит на пенсию. Предлагает мне своё место. И ты приехала специально, чтобы мне вот это сказать, да? Ты всё заранее знала и приехала именно за этим. Я приехала, чтобы увидеть тебя. Понять, люблю ли я тебя. Ты что, поняла? Это ты тебя, если ты. Я не верю. helfen в utveckеф reports. Это ты будешь рассказывать, чтобы у тебя не куда-то собраться. Я теперь хочу приехать. Давай друзья, им я верю. Давай на этот карту. Я не верю. Давай. Давай. Давай, до первая карта. Я тебя Bless. Когда ты находится, ты нам чего-то papers neium THIS town? Блестящая операция. Поздравляю. Спасибо, Сергей Петрович. Да, рисковая вы дама, Ирина Ивановна. Ну, кто не рискует, тот сами знаете что. Ну, шампанского можно и выпить. Ирина Ивановна, как мы тут Сорокина на завтра готовим? Тут вот анализы пришли, вроде показатель норме. Будем готовить, ассистировать. Ирина Ивановна, вы забыли, Антон же Кузьмич хотел. Жан, вечного не дослушайте. Как раз хотел сказать, ассистирует Антон Кузьмич. Извините. Анестезиологи нужны? Алеш, а как же Архангельск? Да не нужен мне никакой Архангельс. Мне ты нужен. Я же тебе говорил, я без тебя жить не могу. Если ты прямо сейчас мне Даня скажешь, я вон там возле входа на коврике лягу, и ты больше никуда не денешься. Ясно? Анастон. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...